Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Продолжение следует... 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 на весну севу диньи там будет более-менее сказано, как и север какие-то отстепы в рентах это около, как хорошо помню 50 см, или даже и больше так выглядит материал готовый до спрета зараз вам покажу ехать из-за петпуса то есть материал готовый до спрета так уже повторю тут есть не меньше как 8% есть это в первой классе заниццццезанием такое бое, недожрое зиарно походит из таких меньших зелоных динь здесь мы готовы до спредания есть это первая класса идти на конфетти до склепов часто можете заметить сейчас достаточно популярное печение хлеба, так что такие зиарка можно добавить до хлеба до разных других вещей но мне не приходится сейчас до головы потому что я этим не занимаюсь это первая класса, то есть конфетти такая спорывка покажу вам за хвиле какие зиарно идти на oleи, который есть очень здоровый мы тут первую классу это продукт готовый из Петкуса а этот отпад, который там остается нам из Петкуса идти власть на тлочение олею так что ничего не марнует то, что лучше, то есть в первой классе до спорывки до пачусек, опакований на зиарно, до спорывания или до печения хлеба как кто-то себе там мысли а позиции идут на олею покажу вам еще такую отмяну, которая была за wcześnie вымучена, потому что диня musi дошлить, в этом году были трудные warунки мало солнца, можно так сказать либо кто-то проазотировал, так что диня были зелоне и был проблем с дошлеванием тогда есть много таких недоира Продолжение следует, что вы увидели, что вы полерировали зерна. А здесь у нас остальные зерна, так что такие зерна, не полные зерна. Это уже как вторая класса на тлочение олея. Так выглядит дыня, свежо высушенная. Которая ждет сейчас в коллекте до выпущения через петкус. Застает она встепно очищена, так как вам показывали, как это выглядит по очищению. Какие остальные зерна, какая есть ладная. Та сейчас высушена. Она высушена до выпущения около 8%. По збору на полу мы такую выпущение, тут немного вам не допрецедую, но около 50% выпущения в себе, потому что при зборах используется также вода. В этой машине, сейчас вам могу даже показать, есть зборник на воду. Это позволяет на очищение зерна. Так что это на плюс. Здесь мы по высушению. Так что, сконд, я знаю, что 50%? Потому что по высушению была высушена прицепа перед. По высушению было высушена прицепа перед. Так что 50% около там было высушенных. Так что даже можно сказать, что она сейчас 8% выпущения. Так что на полу у меня она примерно 50%. По высушению высушена прицепа перед. По высушению высушена прицепа перед. Что вам скажу, что на такую выпущение это около 3-3,5 тысяча на ха. По высушению высушена прицепа перед. То есть 2,5 тысяча на ха. То есть збор, сушение и очищение. До этого там доходят опрыски, навозы, сев. Так что в тысячу там зацепимы. Насиона в целе не стоят дороги, так как я думал. Тут я спросил, либо мы о нормальные изменения populационные Гейсдорфа. Та назва то есть от местности в Австрии, где там chyba започетковано упражнение этой дыни. Мамы сейчас такие новости, разные отмены hyбрыдовые, которые, как утверждают сами управляющие, дают даже 300 килограммов лон. Какая есть разница в цене? Мам тут даже записаны на картке, только не знаю точно, запомнился на ха, или на ха. Бо я думаю, что в единстве северной мамы насиона на 3 ха. И так, если Гейсдорфа зацепил 440, то отмена хибрыдовая лекко понад 1000-1100, так что то есть так, как бы насиона с 2 разы дороже. Но, если бы была свыжка плону 300 килограммов, по 11-40 килограммов, то мы уже более 3000 килограммов. Но, хотя бы так, как раз бывает. Не можно так всегда ставить, как я когда-то с насионом бураком, что заграничные бураки с дыни. Сейчас мне сейчас все изменилось. Я считаю, что польские отмены бураки с дыни лучше. Уважаем, что польские отмены бураки с дыни лучше. Уважаем плон 1000 килограммов с ха плюс-минус. И это была дыни нормальная, популяционная. Так что некоторые такие плоны отримали. Так что это не такая регула, что хибрыдовая всегда лучше. То я бы сказал, что это либо для погоды, либо от господажа. Это зависит, как приготовил поле, какое навожение. И если была плотация волна от хвастов. Я думаю, что я думаю, что я думаю, что часто это такое предыщие. Что говорит о дыни, что ничего не нужно делать. Но это все зависит от нас. Как опрыскать. Или потом развалчиваем хвасты механические. Или поле будет чистым. Потому что я видел такие пола, например, что был сам хваст и там дыни не было видно. Но потом не может быть, что там есть 500 килограммов с ха. И это требуется для себя претензии, а не для отмечения дыни. Так что я в большой мере так считаю, что это все зависит от нас. И нужно стараться так, как с каждой управой. Но это так по части. То есть, это не такая регула. Только хочу сказать свое мнение. Ну и что я бы сказал. То есть, что это будущая управа или нет. Ну, на певно. Вот такой канал можете посмотреть. Пафник14. Он здесь из нашего хваста. Убельского. Я там увидел, что там управа дыни была уже несколько лет назад. У нас только входит второй год. Это более популярная. Дуго есть много людей на прошлый год. И это все зависит от потребления на свете. Потому что этот продукт идет в Астрии. Там тоже есть насоса. Так что если будет потребление на свете, то также... И цена, я думаю, будет соответствующая. А если это управа оплачиваемая или нет. Сами уже отвечайте на это вопрос. Я вам так немножко стараюсь приближать. Какие стоят, какие стоят зыски, как это выходит. Как это выглядит. Чтобы вы могли посмотреть. Потому что очень трудно узнать эти вещи. Так что... Так что... Так что... Я уже с вами познакомлюсь. И дякую за просмотр. Хей! Тримайте себя! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 при машине турецкой продукции Оскан это машина для дыни так как вы могли заметить уже по сезону дыня была все вымучена еще конкурска суши комбайн zostaл сегодня умытый так что можно посмотреть какое потребование мощности моим здаем 120-130 КОН так чтобы мягко тут потребование достаточно спорное можете посмотреть только посмотрите на те лањухи какие грубые все нужно крутить есть напад с ВОМ плюс hydraulика для складки подносить так опрошь высокой мощности можно сказать то еще беги пелзающие так при преткости около 1,5 км на год так что достаточно повли и то в зависимости от того какую мы дыни на каждом поле может быть инакцией на каждом поле на каждом поле на каждом поле на каждом поле мягкости у меня поле он на каждом поле здесь есть вот этот железь на бок с целью идет обоих ряда и на эти железы, на эти колцы, они набили дыни это приводит к машине машина там раздрабняет, отдела нам зиарно которое приводит к зборнику зборнику безпощадно на прицепе и с прицепы до сушарни я вам уже так подсумовала это все, что я узнал так что, что я сказал так что, хей